Здравствуйте, товарищи зрители! Из этого видео вы узнаете, что такое простата, простатит, аденома предстательной железы, почему с возрастом простата растет у всех буквально, какие гормоны и как именно влияют на рост простаты, чем опасна аденома простаты, каковы методы диагностики, какова профилактика и как лечить аденому простаты и простатит. Есть три вида медицинского лечения, один альтернативный. Какие продукты вызывают увеличение простаты, а какие наоборот. Уменьшают воспаление, то есть снижают рост. Все это и многое другое вы узнаете из данного видео. Наперед скажу, все важнейшие ссылки, все то, о чем я буду вам говорить, я оставлю на все это вам под этим видео ссылки. Да, с сегодняшнего дня, то есть 1 августа 2024 года, Роскомнадзор в России замедлил YouTube практически в ноль. На компьютере я уже с утра не мог ничего посмотреть, как и в сети, к кому я обращался. Идет буквально несколько секунд ролика, когда на него нажмешь. И потом любой ролик зависает. Если долго-долго ждать, минут 10-20, он подгружается, и можно какое-то время смотреть дальше. Говорят, на смартфонах пока можно смотреть без замедлений. Ну и этого скоро не будет, как нам обещает Роскомнадзор. Есть система обхода этой блокировки через VPN. Скоро будет ролик, как именно это сделать. То есть обойти эти блокировки программы. Но я вам советую всем подписаться срочно на мой телеграм-канал по здоровью. На нем те же самые видео публикуются, что и на этом YouTube-канале. И ждать выход новых видео уже там. По крайней мере тем, кто не сможет обойти это торможение Роскомнадзора. Возможно, придется и на отечественную платформу, она так и называется платформа, это аналог YouTube-а, переходить. Ну и Рутуб смотрите, там тоже мои ролики на моем канале в Рутубе выкладываются. Там мы все дублируем. Все ссылки будут под этим видео. А еще подпишитесь на мою платформу в Boosty. Там то, чего нет в YouTube. И там будет этот ролик, как обойти это торможение в YouTube, подключив, используя VPN. Ссылку тоже оставлю под этим видео. Итак, простата. Простата это железа, которая огибает, охватывает маленькую трубочку, уретру, находящуюся под мочевым пузырем. Уретра и идет именно от мочевого пузыря. Простата в норме, размером с грецкий орех. Простата или предстательная железа, это единственный внутренний орган человека, продолжающий расти в течение всей жизни человека. Простатит это уже воспаление простаты. Развивается при повреждении тканей разным путем, вызывает боли, отеки. Простата с возрастом растет всегда. Ее увеличивают некоторые гормоны, например, тестостерон. Это анаболический гормон. С помощью определенного фермента он превращается в ДГТ. Он тоже связан с увеличением простаты. Этот особый фермент ароматаза – главный триггер роста простаты. Химические блокаторы фермента работают. Медицина эти химпрепараты назначает. Но они вызывают много побочных действий, в том числе импотенцию и рак простаты. А есть ли натуральные блокаторы этого фермента? Да, есть. Это ликопин. Ну, относится он к классу каротиноидов. Содержит больше всего ликопин в себе томаты. Но помните, что томаты в своем составе содержат воспалительные компоненты, то есть, которые вызывают воспаление, лектины, белки и лектины. Об этом у меня было видео. И потому, чтобы уменьшить во много раз содержание лектина в томатах, можно выжать их в томатный сок или перетереть с мякотью в некую такую пасту. Но задержать обязательно носите семена и кожуру. Именно в них 95% всех вредных лектинов. Ну, а полезный ликопин остается в этом соке с мякотью. Нагрев томатов, томатного сока, вызывает разрушение многих питательных веществ. Например, витамин С полностью разрушается при уже 50-60 градусах. Но ликопин и это исключение, наоборот, увеличивается в количестве. Так что в этом смысле для простаты можно и вареный, консервированный, что называется, томатный сок, либо пасту. Но, конечно, томаты должны быть органические, выращенные без химии. А то одно лечим, другое калечим. Помните, что простата может быть настолько увеличена, что будет перекрывать уретру. Тогда мочеиспускание будет затруднено. А также простата, увеличиваясь, может давить на мочевой пузырь и уменьшать его объем. Тогда в мочевом пузыре места для мочи будет меньше и походы в туалет будут чаще и понемногу. Это характерные и отличительные критерии роста простаты. В норме простата по объему 20-25 кубических сантиметров. Если больше, это, как правило, доброкачественная гиперплазия предстательной железы. То есть мы наблюдаем рост простаты. Гормон эстроген образуется всегда из гормона тестостерона. К чему я это? А к тому, что это преобразование идет с помощью фермента ароматазы. И избыток эстрогена тоже увеличивает размер простаты. С возрастом тестостерон снижается и увеличивается эстроген. Уровень эстрогена, это очень важно понимать в крови, не зависит от уровня эстрогена в простате. То есть нельзя узнать, сколько эстрогена в простате, измеряя эстроген в крови. И пролактин тоже может увеличить простату. А вот что самое опасное из продуктов, из еды, и не только из еды для простаты, я скажу в самом конце видео, как и расскажу, какие необходимы продукты принимать. И что еще, чтобы уменьшить воспаление, уменьшить увеличенную простату и даже аденому предстательной железы. Ну вот переходим к аденоме. Аденома – это разрастание железистой ткани, которая сдавливает уретру, затрудняя мочевыделение. Аденома есть у каждого второго мужчины после 50 лет. Аденома предстательной железы или аденома простаты – это доброкачественное увеличение простаты. А в отличие от рака предстательной железы или рака простаты, она не содержит раковых клеток и не прорастает в прямую кишку и просвет мочевого пузыря, а рак прорастает. И метастазы часто идут именно в прямую кишку и в мочевой пузырь. Доброкачественная гиперплазия чаще выявляется у пожилых людей. Простатит отличается тем, что ему подвержены мужчины, конечно, разных возрастов, но однако наиболее часто – молодые люди. Чем опасна аденома предстательной железы, смотрите сейчас на экранах, а я иду дальше. Как уменьшить простату, если она увеличена? Если вы досмотрите это видео до конца, то будете это знать точно, и никто уже вас не обманет, не ведет в заблуждение, вы будете сами себе, что называется, специалистами. Простата может быть и не увеличена, но мочевыделение может быть затруднено. Почему? Из-за склероза предстательной железы. Это тоже нужно выявить, определить. Тогда человек тоже не может нормально мочиться. Можно ли предотвратить развитие аденомы на 100%? На 100% нельзя. Это что называется плата за тестостерон. Растет предстательная железа у всех людей с возрастом. Каковы же методы диагностики? Но вначале по признакам. Что не так с мочеиспусканием, напор струи падает, неполное опражнение мочевого пузыря и ночью частые походы в туалет. Это характерные признаки, но не только они могут быть, но если они есть, нужно пройти исследование. Первое исследование называется пальцевое. Доктор-специалист-уролог нащупывает непосредственно контур размера простаты. Ну, то есть, нет ли уплотнений, каков размер. Но это не точное исследование, поскольку рост простаты может быть направлен в сторону мочевого пузыря. Тогда точно невозможно прощупать. Знаете это? Есть также УЗИ, причем два вида УЗИ. В идеале примените тот и тот метод. Почему? Сейчас поясню. Первый метод через живот при наполненном мочевом пузыре. И второй метод трансректально. Вот он второй. Точнее показывает объем, структуру, все. В идеале сочетание двух методов. При аденоме повышается ПСА. Это простотоспецифический антиген. ПСА выделяется предстательной железой. И повышается при раке предстательной железы. Если высокий ПСА, это или доброкачественная аденома предстательной железы, или рак предстательной железы. Есть три стадии роста аденомы. Первая стадия – пролиферация, то есть стадия роста. Вторая стадия – это стадия застоя. Третья стадия – это стадия кистозной трансформации. Когда происходит накопление полостей, как бы пузырьков внутри простаты. Скорее всего, аденома не будет расти, но тем не менее, если она более 40-45 кубических сантиметров, и роста нет, можно еще успокоиться до поры до времени, хотя принять меры необходимы те, о которых я скажу в конце видео. Но, если более 50 сантиметров, стоит задуматься и принимать уже серьезные меры. УЗИ, конечно, показывает еще объем остаточной мочи. Это, как я уже пояснял, тоже проблема и критерий для выбора лечения. Лечение предстательной железы в медицине официально три. Первое – симптоматическое лечение. Это препараты, которые облегчают мочи и спускания, расслабляют. Есть комбинированное лечение. Дополнительно назначаются препараты, блокирующие действие тестостерона. Но это, как я уже говорил, вызывает нарушение потенции и может привести даже к раку простаты. Ну и третий вариант – радикальное. Когда хирург удаляет часть аденомы, по крайней мере, ту часть, которая сдавливает уретро. Операция называется трансуретальная резекция. И при хорошей операции последствий, как правило, негативных не бывает. Естественно, нужно убирать воспаление в организме, о чем врачи не говорят. Это по-любому. И не важно, что даже сейчас, в данный момент времени, с простатой все в порядке. Ну вот. Да, и хорошо проведенная операция на мочеиспускание и на половую жизнь не влияет негативно. Но бывают и печальные последствия. Это тоже надо понимать. Операция может привести, смотря как она пойдет, к таким негативным последствиям. Ну а какие продукты? Вообще, что способствует росту простаты? Безусловно, очень многое зависит от питания. Очень многое. Вот слушайте. Во-первых, хотя это не пищевой продукт, а маркетинговый подлый обман, но пиво – это не продукт питания, безусловно. Тем не менее, пиво пьют многие, а пиво содержит фитоэстрогены. Помните, что я говорил о эстрогенах? Чем больше эстрогенов, тем увеличивается больше простата, больше воспалений. Так вот, фитоэстрогены увеличивают простату. Из-за излишнего жира в организме и подкожного, и висцерального тоже простата может увеличиваться. Так как большая жировая ткань увеличивает выработку фермента ароматаза. Кто ест много сладкого, злаков – это вредно для простаты. Помните, алкоголь вообще страшный враг для простаты. Любой алкоголь. Пиво я просто отдельно выделил, потому что помимо алкоголя, то есть этилового или по-другому винного спирта, пиво содержит ещё как раз фитоэстрогены, и потому трижды опасно именно для простоты. Самый плохой опасный продукт, именно продукт питания – это молоко, тем более творог, тем более сыр. То есть, чем выше содержание молочного белка казеина в молочных продуктах, тем опаснее. Сливочное масло, тем более топлёное, не имеет проблем, поскольку это практически чистые жиры. Не вызывают таких проблем, вызывают именно белок казеин. Молоко, помимо прочего, содержит определённые гормоны животные, что непосредственно влияет на наши гормоны. Ну, а также мясо, как не хотите вы, может быть, но, безусловно, содержит в себе разные гормоны, и в том числе влияющие на рост гормонов наших и некоторых ферментов, которые вызывают воспаление в организме. Ну, и плюс токсические отравления организма такими продуктами распада животного белка в организме и переработки, если хотите, его в организме, как потрясыны, различные гнойные токсины и трупные яды в виде кадаверина. Уберите эти продукты, и вы увидите, как будет вам легче уже в ближайшие, может быть, даже для кого-то и дни, но, по крайней мере, недели. Растительное сыроедение почти гарантированно и до нуля снижает развитие, увеличение простаты и аденомопредстательной железы. Что же нужно есть обязательно? Ну, во-первых, крестоцветные. Они снижают фермент ароматазы и снижают повышенный эстроген, уменьшают воспаление в простате в том числе. Это, в первую очередь, брокколи, во вторую очередь, другие различные виды капуст. Конечно, рукола обязательно, ну и редис, да и редька очень в этом смысле полезны. Обязательно принимать липосомальную форму цинка. Цинк по простате работает первым и главным делом. Воспаление простаты увеличивается при дефиците цинка многократно. Такие антиоксиданты, как дегидрокварцетин, астексантин, ну и, конечно, витамин С обязательны, ну, по крайней мере, желательны. То есть, принимать их дополнительно к пище. Кожура лимона содержит определенные вещества, которые снижают воспаление простаты. Можно брать один лимон среднего размера в блендер кидать, ну, хорошо промытый, само собой. С кожурой, то есть, цедрой. Можно добавить туда не очень сладких ягод, вроде лесной черники или голубики. В блендер перемешать и принимать это в виде коктейлей. Раз в день. Лучше до обеда. А можно и после обеда. Ну, не позднее 16.00. Так, раз в день. Знайте, что грипп-веселка является одним из самых сильных противовоспалительных средств вообще. И в том числе снижает рост простаты и аденомопредстательной железы. Убирает воспаление. Но несоизмеримо сильнее, мощнее эффект оказывает комплекс, то есть, набор. Этим занимается наука фунготерапии. То есть, наука, которая изучает лечебные свойства высших базидиальных грибов. Есть целый ряд грибов, грибных препаратов, концентратов этих лечебных веществ, которые добываются из тех или иных грибов. И делаются из них определенные препараты. Я вам оставлю по ссылке под этим видео набор. Даже две ссылки. Первая ссылка будет на набор полный, который рассчитан на полгода. И это самый идеальный вариант. Как правило, за полгода можно решить эту проблему. Убрать воспаленную простату, уменьшить ее, ну и даже победить аденому предстательной железы. Для кого-то в запущенных ситуациях необходимо дольше лечение. Год. Значит, на полгода дана программа. Это первое. Вторая ссылка будет на компоненты набора. Ну, то есть, там можно заказать, например, кому много, дорого. Сразу на полгода, на один месяц, на два. Там выборы есть на один месяц, два, три. Это я вам тоже сказал. Ссылки на все то, что я говорил, вот вам про грипп-веселку, по отдельности и так далее, все тоже будет под этим видео. Обязательно смотрите мои лекции по простатиту и аденоме предстательной железы. Эти ссылки на видео, мои прошлые, я вам оставлю тоже под этим видео. На всякий случай скажу. У меня есть очень важный инфопродукт номер 22. По сути, как быть здоровым человеком, как убрать воспаление, как победить доброкачественные и даже злокачественные опухоли. Там даны методики, там приводятся технологии, как составить себе таблицу по питанию и прочие нюансы. А главное, там даны алгоритмы. Если вы окажетесь в какой-то новой жизненной ситуации. Ведь на всю гамму жизненных ситуаций я и никто не может составить программы, но вот там даны именно алгоритмы, как действовать в любой ситуации. И это самое главное. Уникальный продукт, плод, там, моих десятилетних знаний. Советую его приобрести, ссылка под видео. Знайте, что мы отправляем все наши товары в любые города России и страны мира. От Грузии и Казахстана до США и Германии. Ну и, конечно, как всегда, я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия. Жду ваши комментарии, предложения и вопросы под видео в чате. До новых встреч!